Майпур Чандрадай Матх, после ухода с вами Махараджа, он говорил, «Я прихожу с тяжелым сердцем. На протяжении столь долгого времени мы приходили туда в счастливом настроении, радостном, но теперь на сердце у нас тяжесть». Он напоминал мне о том дне. И также мы знаем, что Кришна Дас Бабаджа Махараджа покинул этот мир. Мы хотели бы вспомнить его жизнь и его деятельность. Насколько ты в наших силах? Я встретил его приблизительно в 1926 году. Я присоединился к Гаудия Матху и вскоре встретил его. Он тогда вернулся из проповеднического тура, который совершал в обществе Барати Махараджа. Он был юн, разумен, красив собой и грив, как ребенок, и крайне непреклонен в своих принципах. Особенно в своей приверженности Нама Бабаджану. Он происходил из аристократической семьи, из уважаемой семьи, из Даки. В настоящее время это Бангладеш. В то время это все была Британская Индия, Бенгалия. Затем я увидел его. Когда он прибыл с группой проповедников, они вернулись с Запада, то есть из Западной Индии. Они проповедовали в западных районах Индии в обществе Бона Махараджа и знайми Шараньи. И, так или иначе, некая естественная дружба возникла и связала нас. Возможно, потому, что мы принадлежали к одному высокому социальному сословию, получили аналогичное образование, и мы с ним были похожи в смысле нашей простоты и искреннего стремления к сознанию Кришны. Эти качества постепенно сблизили нас. Более тесную связь я установил с ним приблизительно во второй половине 1927 года в Нью-Дели. На протяжении нескольких недель нам позволили работать вместе в Нью-Дели, и наша близость возросла. Затем, в 1929 или 1930 году, скорее всего, в 1929 году, он находился в Бали-Хати, в Бенгали, в деревне, рядом с Матхом, и там совершал свой Наама Баджин. Я попросил Прабхупаду, я написал ему. Он образованный молодой человек. Его служение может быть крайне полезным, благотворным в нашей нынешней проповеднической деятельности в Нью-Дели. Если вы позволите, я могу попросить его приехать и присоединиться к моей деятельности. Я в то время стоял во главе Матха в Нью-Дели, и с моей помощью Матх был основан там, в Нью-Дели. Прабхупад с радостью дал свое согласие. Он написал в ответ, если ты сумеешь привести его туда и задействовать его в проповедническом служении Махапрабху, тогда ты осуществишь работу, труд великого и подлинного друга для Него. И затем Кришнадас Бабаджа Махараджа, Садхикарананда Брахмачари, в то время так его звали, приехал ко мне в Нью-Дели. Долгое время нас связывали узы, очень тесная дружба, дружеская связь существовала, и мы вместе работали. Он давал мне крайне высокую оценку, и я также давал высокую оценку Ему в Его искреннем поиске сознания Кришны. Но Его природа была такой, что Он в большей степени был склонен к изучению Шастры в Священных Писаний. То, что Он находил в Священных Писаниях, Советы Шастры, Он пытался изо всех сил следовать этим Советам. Но когда речь шла о практическом применении Советов Священных Писаний, как хотел этого от нас наш Гуру Махараджа, в этом отношении Бабаджа Махараджа был где-то с купцом, буквально. Это ясный, недвусмысленный Совет Махапрабху, содержащийся в Писаниях. Он изо всех сил пытался придерживаться этого, и до последнего своего дня Он сохранял чистоту характера в отношении нравственности, поведения в обществе. Во многих отношениях Он был очень хорошим человеком, и был очень строг, непреклонен в своей практике, очень искренен и очень игрив, и был всегда удовлетворен в любых обстоятельствах. Он пытался быть таким. Когда возникли разногласия среди попечителей, так или иначе мы не смогли остаться в миссии. Я покинул миссию, и Он также покинул миссию в то же самое время. Я отправился во Вриндаван. После того, как я провел там месяц, я вернулся сюда, осесть, поселиться здесь, по милости Нитянанды и Махапрабху. А Он, в конце концов, решил остаться жить в Нандаграмме в то же самое время. В одно и то же время мы оба отошли от жизни в миссии, и Я выбрал это место в качестве моего места пребывания до конца моих дней, а Он выбрал Нандаграмму. Есть такое место, Нандабагичар. Оно находится недалеко от Нандаграмма, в сторону Джаваты, Кадам Канди. Нандабагичар. Находясь там, Он написал мне письмо. Я понял по выражениям, которые Он использовал по Его языку, я мог понять, что Он был в высшей степени крайне удовлетворен в полной мере. Полноты удовлетворенности Он достиг на тот момент. Мне было совершенно очевидно, что теперь Он крайне счастлив, что Он в полной мере вручил Себя, предался. То, что Он искал, Он обрел, и Он в полной мере удовлетворен. Так я понял из Его письма. Тогда я находился здесь, жил здесь, в арендованном доме. Я платил две рупии в месяц за этот дом. Жил один. И в то время я получил это письмо от него. По прошествии долгого времени, всего лишь несколько лет тому назад, два-три года тому назад, неожиданно однажды Он сказал, что если рассматривать всю мою жизнь, то величайшее удовлетворение я испытывал в тот период, когда жил в том местечке рядом с Нандаграмом, в Нандабагичаре. То было в 1940 году, либо в 1940, либо в начале 1941 года. По прошествии столь многих лет, на протяжении которых Он совершал свой бхаджан, Он дал высочайшую оценку той жизни, тому периоду своей жизни, когда Он испытывал наибольшее удовлетворение в Нандабагичаре. И я мог понять, находясь здесь, насколько Он в полной мере удовлетворен в Своей жизни. Я был способен почувствовать, я мог почувствовать. Шудда-сатва. Шудда-сатва. Полное самоотдание. Полная отрешенность. И полная зависимость от Кришны. Подобная жизнь, в которой человек уповает исключительно на волю Кришны. Он свободен от беспокойств, от тревог. Он свободен от иных целей и стремлений. Полная опустошенность. Стремление лишь к Кришне. Стремление приблизиться к Нему. Прийти и приблизиться. Полная готовность к этому. Он лишен предрассудков, даже предрассудка мыслей, предположений, желаний, заботы о том, чтобы самому облести сознание Кришны. Он не стремится даже к этому. Полное самоотдание. Чего бы Кришна не захотел, я готов на это. Подобная позиция. Подобная позиция. В целом мы находим в Священных Писаниях шаранагате, преданность, самопредание, есть основа, фундамент, на котором зиждятся различные конструкции служения Кришне. В целом это так. Но так же говорится, если кто-то замечал, очень примечательное утверждение. Говорится, что только шаранагате, просто шаранагате, способна дать все, и при этом склонность к преданности может даже не принимать конкретную форму. Только шаранагате. Одно лишь шаранагате. И это напомнило мне вот такого рода шаранагате. Так же говорится в моей Прапана-дживанамрите. Одно лишь шаранагате способно дать нам высочайший желанный результат. В отсутствие шраванам, киртанам и многих других форм одного лишь шаранагате достаточно. Шаранагате подразумевает самопредание, вручение себя. И существуют различные типы самопредания. Качество, само качество самопредания. Если мы сумеем рассмотреть это явление пристально, то мы сумеем обнаружить, что качество или тип самопредания зависит от типа расы. В шаранагате высочайшего типа возможно лишь в расе высочайшего типа, и это мадхура раса. Мадхура раса принимается, рассматривается как то явление, в котором раскрывается полнота шаранагате. Каждый атом духовного тела плачет, стремится к соответствующим атомам духовного тела Господа, что невозможно в какой бы то ни было иной расе. В бенгальском стихе, который принадлежит одному из величайших преданных, говорится стихотворение Гьяна Даса. Гьяна Даса говорит, каждая часть моего тела плачет буквально, стремится к соответствующей части существа или тела Господа. Шаранагате готовность к любому служению, служению владыке Господу-самодержцу, без всякого заданного размера и без причин. нет места любым стремлениям к хорошим, плохим шаранагате. Таким образом, одно лишь шаранагате, истинное шаранагате, способно позволять нам достичь нашей цели. Таким образом, Бабаджа Махараджа, его жизнь самопредания началась в Нандаграме, Нандавагичаре, и он выразил в этом письме свои чувства, он написал «Я чувствую великое счастье, я чувствую, что занял верную позицию и принял правильное направление движения, курс в моей жизни. исключительно безраздельная преданность, самопредание, вручение себя сладостной воле Господа». И столь многие годы прошли, столь многие ночи и кадыши он провел в течение этих ночей, он бодрствовал и продолжал совершать свой намбаджан, и читал Священное Писание, все это. Он был глубоко погружен, вовлечен в религиозные формы баджана. Но замечание его было таким. Я чувствовал высочайшее блаженство в моей жизни, когда я жил в Нандавагичаре в то время, в начале 1941 года. Шаранагати. Он был склонен к сакхи-расе, хотя он имел обыкновение читать все виды шастра, в которых представлены расы всех типов. И Киртан также слушал Киртан, даже включая Киртаны, представителей лагеря Сахаджа. Но они не могли обратить его в сахаджаизм, хотя он посещал школу Сахаджа. Настолько тверда была его вера в подлинное сознание Кришны. Махапрабху говорит, Тот, кто утвержден в своей цели, кто искренне, горячо стремится к постижению реализации сознания Кришны. Соприкосновения такого человека с вещами предосудительными, с нашей точки зрения, не могут сбить его с пути. Но эти реалии, нежелательные, казалось бы, реалии, делают вклад, помогают ему идти к его цели. Махапрабху говорит о Нитянанде Прабху. Если мы увидим, как Нитянанда Прабху заходит в винную лавку, или мы увидим, как он заходит в дом проститутки, тем не менее, вы должны знать наверняка, что он, Господь Нитянанда, является объектом поклонения самих Брамы и Шивы. Если он, Нитянанда Прабху, отправляется туда, то он делает это не для того, чтобы что-то взять, но чтобы дать, дать этим падшим душам, чтобы спасти их, вызволить их из их нынешнего положения. Он идет туда не для того, чтобы что-то взять у них. Таким образом, Кришна даст Бабаджа Махараджа, хотя он, казалось бы, общался с так называемым лагером Сахаджа, но он не отклонялся от принципов подлинной концепции сознания Кришны, ачарий Гаудия Мадха. И мы видели, что он до самого конца придерживался непреклонно своих принципов. В Нандаграме Паван Саравар, там находится Баджан Кутир Санатаны Госвами. Это место он сделал своим прибежищем. То был его окончательный выбор. И оттуда, находясь там, из мира видимого, зримого, он вошел в мир незримый, несомненно это произошло, он вошел в незримое измерение Вриндавана. И он говорил ясно, честно, что он испытывает большое влечение к Сакьярасе. Субал рассматривается как лидер Сакьярасы. Он считал его своим руководителем, который обладает некой связью с Мадхура-расой. Среди всех друзей Кришны Субал рассматривается как высочайшей силой его тесной связи с Мадхура-расой. Поэтому он считал своим руководителем личность, пребывающую в образе Субала. Сердце его было очень великодушным, и он имел обыкновение общаться со всеми существовавшими в то время группами Гаудиаматха. Он навещал практически все. И с улыбкой на лице он приходил к ним и общался с ними. Но все же он испытывал некое особое влечение к некой особой области. Он был моим близким другом, как я уже сказал вам. И он давал очень высокую оценку в особенности моим поэмам, в моей санскритской поэзии. Я спросил его однажды, «Почему ты питаешь такую великую любовь ко мне?» Он ответил, «Причиной тому служит ваша поэзия, твоя поэзия. Я пленен идеями, языком, стилем твоей поэзии». Он был очень строг, очень строг. И он не был таким человеком, который под давлением обстоятельств согласится с кем угодно и с чем угодно. Он не был человеком такого типа. То была также одна из его характеристик. Такой была его природа. Таким образом, он имел обыкновение петь поэмы Госваминов о Кришна Лиле. Необычные поэмы, но избранные. Однако, его любовь ко мне была настолько велика, что он в ночи Кадаши предпочитал петь современные шлоки, написанные мной. Таким образом, в отношениях, сердечных отношениях, от сердца к сердцу. Он был очень близок мне. И так или иначе, сегодня эта функция, события, праздник, также являет нечто в этом роде. Это не было заранее устроено, но, так или иначе, я связан подобной функцией в связи с ним, с Бабаджа Махараджа, по воле провидения. Это божественный промысел. Таким образом, наша связь была чем-то за пределами, буквально, сознательной области нашего опыта. Иначе говоря, то была беспричинная связь. во многих других отношениях также у нас было много общего. Иногда, возможно, я мог обращаться с ним грубо, но он не обижался на это. Его дружба, дружеские чувства ко мне были настолько глубоки, что он не придавал этому значения. Подобные эпизоды также имели место быть. И сегодня я молюсь ему о том, чтобы любые ошибки, которые я совершил в связи с ним, могли быть прощены им. И прошу его о том, чтобы он принял меня в качестве своего искреннего друга с помощью вас всех. боуси гоу-дхади, гау-дхади. Ва-шна-хир-гун-ал-рам, называемой чего-то и вы Было широко, повсеместно произглашено следующее. Если мы способны прославлять вайшнавов, тогда для нас возможен прогресс высшего порядка на пути преданности. Преданности. Легко петь песни или декламировать поэмы, написанные о Верховном Господе, но трудно быть способным подлинным образом прославлять слуг Абсолюта. Возможность зависти, матсарата, возникает. Он человек, вайшнав человек, я тоже человек, и статус наш равен. Почему я должен покоряться Ему? Подобный образ мысли. Такого рода пратиштха, эгоизм препятствует нам, мешает нам называть вещи Своими именами. Нирмацаранам сатам. Господь также говорит, если Ты Мой преданный, то Ты в действительности не предан Мне. Но если Ты предан Моему преданному, то Ты воистину предан Мне. Это испытание, тест на зависть. Нирмацаранам сатам. Нирмацаранам сатам. Мы можем, естественным образом, не питать дух состязания, конкуренции по отношению к Верховному Господу. Но подобные чувства могут возникать в связи с Вайшнавом. Чувство превосходства, чувство зависти. Я не могу предаться Вайшнавам. В этом состоит трудность. Но когда мы в действительности пленены и побеждены буквально Сварупа Шакти, Йога Майи Кришны, тогда реалистичная точка зрения возникает в нас. И настолько, что в процессе очищения, в процессе прогресса, конец части А и начало части Б. Я ничто. И это чувство растет бесконечно. Я ничто, но он все и вся. Он Вайшнав, Гуру, Гуру и Вайшнава, они в действительности обладают Кришна-бхактией, они являются хранителями запаса. Но мои руки пусты, у меня ничего нет. Такова природа. Такова природа общения ограниченного начала с безграничным. Чем больше мы действительно приближаемся к безграничному, тем больше мы не в силах не считать себя нижайшими из низких. Стандарт мирила таковы в Вайшнавате. И это не просто слова, но искреннее чувство глубин сердца. Глубин сердца. Кавирадж Госвами говорит, это не просто имитация. Это истина, прочувствованная им всем сердцем. Но другое дело, когда речь идет об ачаре Абхимане, это явление иной природы. А именно, ачаре Абхиман есть самоутверждение, но только ради служения Вайшнаву. Искренность в этом сохраняется. Он утверждает себя, но утверждает не эгоистически, но утверждает себя лишь ради того, чтобы спасти массы и спасти престиж Вайшнава подлинным образом. И это правильная позиция по отношению к реальности. В двояком смысле. С одной стороны, утвердить подлинное положение Вайшнава, и в то же время, чтобы спасти обычных людей от ложных попыток, от ложных представлений, чтобы спасти их от этой опасности, от реакции. Такого рода самоутверждение не является эгоистическим. Скорее, оно является жертвой динамичного характера. Так мы должны считать. Поэтому наш Гуру Махарадж в Вишва Вайшнава Раджа Сабхе, в собрании Вайшнавов тактично устраивал следующее. Он просил одного из своих учеников говорить хорошие вещи о другом ученике, прославлять его, давать должную оценку. И особенно, когда я решила об учениках, которые были где-то антагонистичны друг другу, враждовали, он обращал на это особое внимание и просил, говоря, ты говори хорошее о своем друге. И чего ради? В чем смысл? Пытайся обратить внимание на светлую сторону, сварупу, а кажущуюся мимую сторону пытайся игнорировать. Когда он просил, говоря, ты попытайся сказать, что это хорошее, прославить своего друга, того друга, который якобы тебя оскорбляет, то что ему оставалось сделать? Потребность — мать изобретения. Ему приходилось что-то говорить, славить. И ему приходилось глубоко проникать в светлую сторону этой личности. И таким образом, измерение Вайшнава ты, Вайшнавизма, это измерение возникало, а кажущаяся магическая сторона игнорировалась и оказывалась в забвении. Таким образом, так же, как Киртан. Киртан могущественен. Почему? Когда меня просят что-то говорить, я не могу не быть максимально внимательным, чтобы что-то сказать. Я должен утверждать себя в попытках, прилагая максимум усилий, пытаясь сказать что-то, чтобы собрать буквально что-то. Так же и в случае Вайшнава, и в случае Господа и Вайшнава. Сваруб, внутренняя сторона, внутренний аспект, светлая сторона. Игнорировать внешнюю, кажущуюся, мнимую сторону, и таким образом мы сумеем достичь успеха. Тогда возникнут подлинные взаимоотношения, они будут пробуждены. Такой была его тактика, нашего гуру Махараджа. Особенно Вишва Вайшнава Раджа Саби. В Даме Махапрабу один раз в году мы садились, и подобный метод использовался. Пытайся прославлять Вайшнава. Итак, дать высокую оценку благородства Вайшнава нелегко. И если мы сумеем это делать, тогда это означает, мы достигли стандарта преданности, жертвенности до известной степени. Вайшнава. Поэтому говорится, тот, кто любит меня, не любит меня истинно, но тот, кто любит моих преданных, моих слуг, его любовь ко мне более реальна, подлинна. Она носит абсолютный характер. Поэтому мы будем пытаться ценить Вайшнава в их поведении, и таким образом мы сумеем достичь высокого стандарта, установить высокий стандарт нашей собственной жизни в преданности. Вайшнава нелегко. Вайшнава нелегко. Казахст Muito садов Григори Сукова, мч. Нелегко к охранным лейкам judge. Продолжение следует...